Приветствую вас. Начать надо с того, чтобы сказать вам по поводу возможности забыть человека и сказать, что именно забыть человека, именно выбросить его из головы, как вы этого хотите, как я понял, в данный момент времени, а событие человека можно только при использовании такой методики, как, например, гипноз. Это поможет вам заблокировать ваши воспоминания. Но гипноз не снимает, собственно говоря, самих эмоций от негативных обстоятельств, которые у вас сложились с молодым человеком. То есть гипноз, он помогает просто убрать воспоминания, но при этом, если вы испытываете сейчас какие-то негативные переживания сами для себя, то, скорее всего, очень может быть, что у вас они останутся, они у вас так и будут, эти воспоминания, и вы просто-напросто не будете отдавать себе отсчёты, не будете понимать, почему вы их испытываете. То есть что заставляет вас испытывать эти переживания, которые вам, по-настоящему, будут непонятны. Соответственно, для того, чтобы избавиться именно от всё же самих эмоций, самих переживаний, то нужно вам для этого сделать следующее. Во-первых, спросить себя, любите ли вы молодого человека. Если вы его любите и так получилось, что вы с ним расстались, то, значит, без вас молодой человек, например, скорее всего, будет более счастливым. И вот это первое и главное, что вам нужно понять, что без вас молодой человек будет более счастливым. И если вы сами для себя этот момент не принимаете, то это лишь означает, что вы не можете без него. Вы не можете без молодого человека. и это, в свою очередь, означает, что у вас есть к нему определённая зависимость. Зависимость я имею в виду собственная зависимость, да? То есть, понятно, вы зависимы от него, от молодого же человека, и из того, что вы от него зависимы, вы, собственно, не можете его забыть. Значит, ваша зависимость в чем-то заключается? Зависимость заключается, как правило, в нереализованных желаниях. То есть, что-то вы с ним такого получали, для чего-то он был вам нужен, именно для себя. Не для него, потому что, если бы речь шла именно только о нём, то тогда вы бы не переживали по поводу того, что он от вас осуществлялся до отношения вашей души. Почему не переживали? Потому что вы понимали бы тогда, в таком случае, что, ну, просто у вас с ним отношения не получились, и это нормально, такое случается, такое бывает, и обносились бы к этому, конечно, не с позитивом, безусловно, нет. Но, по крайней мере, вы бы не испытывали таких ярких негативных эмоций, как, например, вы испытываете сейчас. И это значит только лишь, что вам этот молодой человек для чего-то нужен для себя. И вот, как бы, задача вас и психолога, если вы захотите поработать с ним, заключается в топ как раз, чтобы найти вот эти моменты, которые вы реализуете для себя. То есть, условно говоря, весь ваш спектр чувств, которые вы испытываете, нужно будет разделить на две части. Первая часть – это, собственно, переживание, собственно, любовь к мужчине, собственно, чувства к нему, да, такие вот позитивные. И вторая часть – это, собственно, чувства уже ваши, то есть, ваша личная заинтересованность в нем, в мужчине. И вот эту вторую часть вам и нужно грамотно отделить. Отделить одно от другого. Чтобы одно не мешало вам путать это в друге. Чтобы чувства к молодому человеку, которые сами по себе являются в общем и целом положительными, несущими только что-то светлое и прекрасное, как и всегда это делает любовь, были отделены от того, что вы пытаетесь получить через молодого человека для себя. И вот когда, если это будет сделано, можно будет с уверенностью сказать, что вы получите более или менее четкое представление о том, на основании чего у вас возникла такая зависимость от человека. и когда у вас появится предметное представление об этом, вы его сможете, конечно же, купировать. Купировать предметное представление о своих потребностях можно только реализовать потребности, либо, если вами движут какие-то, например, комплексы, например, неуверенность в себе, например, сомнения в себе, или непринятие части себя, то вот это все тоже нужно выяснить и, собственно говоря, поправить. И это работа уже, безусловно, с психологом. Ну а пока я бы рекомендовал вам получать как можно больше впечатлений, я бы рекомендовал вам действовать в направлении как можно более активной жизни, общения с как можно большим количеством людей, взаимодействия с как можно большим количеством людей. И, пожалуй, одно из самых главных моментов – это усталость. Вам нужно как можно больше уставать. Для чего? Чтобы усталость помогала вам определять, что же, как бы, знаете, находится в ядре того, о чем вы переживаете. Потому что на самом деле, на самом деле, ваши переживания на данный момент, они продиктованы совокупностью эмоций. И эта совокупность эмоций, она продиктована не только зависимостью от молодого человека, она продиктована еще и ассоциативностью. То есть у вас слишком еще живы в памяти те моменты, те привычные модели поведения, которые были актуальны при, условно говоря, при вашем, при нахождении вас в отношениях с молодым человеком. Сейчас этого, конечно, нет. И из-за этого вы испытываете потребность. Ну, потребность какую? Объективную потребность. То есть не нужно думать, что это именно ваша потребность. Нет. Объективная потребность в том, чтобы свои привычные модели поведения изменить. Но вы не хотите их менять, потому что вам это тяжело. И тогда, если говорить о смене привычных моделей поведения, они это достигают только путем получения как можно большего количества эмоций и как можно более активной усталости для того, чтобы вот эти вот новые модели поведения стали возможными. И тогда вы будете постепенно одни ассоциации заменять другими ассоциациями и одни цели будете заменять другими целями. Также хочется сказать следующее, что вам было бы полезно побольше думать о себе. Вам было бы полезно заняться чем-то для себя. Вам было бы полезно общаться с другими мужчинами нашими, чтобы ощутить себя женщиной, чтобы ощутить себя любимой, чтобы ощутить себя привлекательной, желанной и так далее. И если все вы это сделаете, все вместе, в совокупности, то вам будет легче это пережить. Но пережить, а точнее переживать, к сожалению, это не то же самое, что качественно разобрать проблему. А качественный разбор проблемы требует анализа, анализа как ваших отношений с молодым человеком, так и вас, то есть того, чего, например, вы хотели бы, того, чего вы желаете, того, в чем вы нуждаетесь и так далее, для того, чтобы вы могли правильно, для того, чтобы вы могли превентивно, для того, чтобы вы могли целеустремленно реализовывать свои желания так, как это должно быть. На данный момент то, что с вами произошло, это следствие неправильного, неверного удовлетворения ваших желаний. То есть то, что я хочу, я реализую не напрямую, а через другого для себя, и таким образом становлюсь зависимым от этого другого человека волей или неволей. И это не обязательно означает, что этот человек, которого вы не можете забыть, специально поставил вас в зависимость от себя и специально сделал так, чтобы от него зависеть. Нет, вы сами не осознанно своим поведением спривацировали появление такой ситуации. Но вы не виноваты, вы этого не знали, вы в этом себе отсчета не отдавали. Теперь вы понимаете и если пожелаете, то все это можно вам будет сделать. Тогда вы не только избавитесь от негативных эмоций по отношению к человеку, но и в будущем вы не будете повторять таких ошибок. В будущем у вас не будет такой реакции на неудавшиеся отношения. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...